Ты в эфире, дружище. Дорогие друзья, добрый день. Скажите, пожалуйста, кто из вас видел вживую реку Дунай? Не сомневался, Константин. Не сомневался, да. Итак, друзья, моя тема выступления именно Дунай. Что хотел бы вам рассказать. В первую очередь, это вторая по величине река в Европе, после, конечно, нашей любимой родной реки Волга. Её протяжённость 2857 километров. Она протекает через 10 стран Европы. И берёт своё начало в горах Германии. И втекает в Чёрное море на территории Румынии. Отмечу, что устье реки внесено в объекты культурного наследия ЮНЕСКО. И охраняется соответствующим образом, является заповедной зоной. Первое упоминание о Дунае возникло в V веке до н.э. И тогда греческий философ упомянул в одной из своих книг под названием «История» реку Дунай. И в переводе с греческого она называлась Истр. И именно тогда он написал, что эта река берёт своё начало в стране кельтов и пополам разделяет всю Европу и протекает через многие-многие равнины и впадает в Чёрное море. Но первый мост через реку Дунай был построен римским императором Трояном в 105 году до н.э. Это был каменный мост, останки которого сохранились до сих пор в сужении на границе Румынии и Сербии. И вот там остатки этого моста до сих пор существуют. Никто из вас, наверное, не слышал, да и я, собственно, сам не слышал до вчерашнего дня, о том, что часть реки Дунай была подконтрольна Российским княжеством в средние века. Да, и по сведениям некоторых источников, Игорь Рюрикович во времена похода на Царьград в 943 году произошёл разговор у них с Византией, и во время этих переговоров Игорь получил довольно-таки большую дань от Византийской империи и вернулся потом в Киев. Это произошло именно на берегу реки Дунай. После этого контроль Российских княжеств в части течения реки был снят, ну и впоследствии, конечно, Дунай стал таким центром развития городских агломераций. Это известные европейские города, которые образовывались там словно бусины на нити. Что же говорить про сегодняшний день? Сегодня, как я уже отметил, Дунай протекает через 10 европейских стран. И на самом деле это самая грязная река в Европе. В 2019 году под предводительством одного из британских университетов было проведено исследование о влиянии водных ресурсов на развитие бактерий в эру совершенствования антибиотиков. Таким образом, исследование показало о том, что бактерии в водных ресурсах настолько привыкли к антибиотикам, и это представляет собой довольно-таки серьезные риски для всей системы здравоохранения человечества. И как оказалось, что помимо того, что Дунай – это самая грязная река в Европе, она еще и самая наполненная антибиотиками. И таким образом, динамика последних лет свидетельствует о том, что она на самом деле становится все грязнее и грязнее. Здоровее-здоровее. Да, при этом здоровее-здоровее, но многие виды рыб в ней уже на грани вымирания, особенно осетровые рыбы, которые приносят драгоценную черную икру, и некоторые европейские страны очень печалятся по этому поводу. Ну что, я вас еще не убедил побывать и вживую увидеть реку Дунай? Пока нет? Она на грани вымирания, коллеги! Учтите, учтите это, скоро ее может не стать. Но если вам этих факторов еще недостаточно для принятия такого решения, скажу вам то, что для туристов на самом деле путешествие по реке Дунай может быть очень интересным. И если начинать с Германии, то на реке Дунай большинство таких классических немецких городов баварской застройки расположены и очень красивые пейзажи там открываются. Если говорить про Австрию, то это, конечно, исторические центры Вены, ниже по течению Будапешт с его великолепными панорамами, с пейзажами возле береговыми. А там, где уже в Румынии, там, где находится заповедная зона, и в том числе в эту заповедную зону входят поместья и замки Трансильвании, одним из которых является замок известного графа Дракулы. И в конце октября, 31 октября, если быть точным, ежегодно там проводятся самые лучшие вечеринки в честь Хэллоуина. И туда реально собираются люди со всего мира. Поэтому, друзья, если вы еще не видели реку Дунай, вам это точно нужно сделать. Спасибо.